Архангельск Архангельск отмечает 438 день рождения День города – один из самых любимых праздников, которого мы ждем, которому готовимся Архангельск – это место, где многие из нас родились, сделали первые шаги, познакомились с миром, приобрели друзей Это наше место силы, где мы живем, работаем и творим Региональное отделение Союза писателей России и Центральная городская библиотека имени Ломоносова Начинают программу «Открытая студия литературной Архангельска» в рамках фестиваля «Новой культуры Белый июнь» И вас приветствует хор народной песни «Бобровчанка» Бобровского сельского дома культуры Руководитель Светлана Ваннева Встречаю! Добрый день, дорогие друзья! С праздником вас! Русская народная песня «Трава моя, трава» Трава моя, трава, трава зеленая Я позовь по трампе ходила, гуляла Ходила-гуляла, дали заклажусья Люблю я парня, парня молодого Люблю я парня, парня молодого Парень молодой, душа мое сердце Вот пару ходила, коником водила Вот пару ходила, коником водила Коня Воронова, милого своё Коня Воронова, милого своё Ухода в литературный сквер вы видите площадку Стол, где книги представлены Писатели, их можно приобретать И рядом автограф-сессия Там можно получить автограф Ну и с теми писателями, которые захотят сфотографироваться До 15 часов мы трижды проведём розыгрыш книг С автографами наших писателей Итак, мы начинаем Каждое представление писателей 10 минут Поэтому у меня здесь есть волшебные такие песочные часы Писатели умеют не только писать, они умеют говорить Говорить много и долго Поэтому как только часы заканчивают, мы 10 минутку нашего гостя в этой студии завершаем Владислав Владимирович родился в Архангельске 11 декабря 1961 года Окончил Архангельский государственный педагогический институт Историко-филологический факультет С 1985 по 2016 год был педагогом в сельской школе в Пинежском районе Архангельской области Сочинял стихи с детства В 2001 году была опубликована первая книга стихотворения времена года Встреча в 2006 и Тихие сумерки года в 2011 году Кстати, Тихие сумерки года, они представлены опять же у нас в книжной лавке С 2010 года Владислав Попов пишет прозу И его первая большая прозаическая книга Ворота в синее поле Она стала лауреатом чистой книги А сейчас, совсем недавно, в том году, в 2021 году У нас в издательстве Архангельских региональных союзов писателей России вышла книга «Росяной хлебушек» И вот она, кстати, будет у нас присутствовать на розыгрыше О ней расскажет Владислав Владимирович Ну и еще одно сообщение или одна информация, которая была бы интересна вам Владислав Владимирович является председателем правления Архангельского регионального союза писателей России Владислав, вам слово Спасибо, время прошло Писочек посыпался Дорогие мои друзья, рад вас здесь видеть У нас сегодня радость моя еще большая Потому что сюда приехали мои дорогие друзья Из нашего литературного сотрудничества Их так давно не видел Эти два тяжелых ковидных года, конечно, унесло Много-много хорошего, доброго времени от нас И вот теперь они вместе со мной, вместе с нами В этом уютном литературном скверике Сегодня большой праздник Это очень хорошо Я сегодня принес вам показать свою книгу Которая называется «Овсяной хлебушек» Почему такое название? Когда я был маленький, я не очень-то любил есть хлеб Бабушка уводила меня порой далеко-далеко в лес По хребу, по ягодам А говорила, кушать-то хочешь? Я говорю, нет Говорит, вот смотришь? Смотри, облачки по небу летят Сейчас рассал упадет на хлебушек, и он будет солененький И ты поешь Хлебушек это непростой Рассяной И вот этот рассяной хлебушек, соленый черный хлебушек, корочку Я в этом лесу и ел вместе с малиной или там черникой А когда приходил домой, маме говорила своей Мама, я рассяной хлебушек ел Мама бы слушала и говорила, неправда все это Хлебушек-то лисичкин А я говорю, все равно Рассяной И вот свою книгу и назвал я Рассяной хлебушек Она таки начинается с моей маленькой автопиологической повестью О том, как меня, мальчишку, лет четырех-пяти Однажды уездли в большую деревню, Стриевской, в Остянском районе И весь этот деревенский мир Мы видим моей маленькой повестью глазами вот этого городского мальчика Который впервые увидел бескрайние поля, бескрайние луга Замерзшую речку, лошадь везущую, охапку дров Полунью на реке, старую школу, у горы, холмы Огромные деревенские, устьянские дома, которые похожи были Помните там Абрамова, да? На гигантские корабли, где много лестниц, дверей, крылечек Вот так вот В основу книги легла повесть, которая называется «У сороки боли, у вороны боли» Это такая, знаете, детская заговорка Когда ребенок ушибется или поранится, мама и говорит «У сороки боли, у вороны боли», а у нашего митиньки ничего не болит Так, Виталия, да? Все заживи, да? Да, у витиньки заживи Все заживи, все заживи, хорошо Это вспоминательная повесть Человек после трудной судьбы возвращается в родную деревню после долгой-долгой разлуки Что может исцелить его душу? Что может поправить его сердце? Что может вернуть ему прежние ощущения жизни? Вернуть радость? Радость общения? Прежде всего, я думаю, это воспоминания Воспоминания самое дорогое, что есть у нас Это то бесценное, что мы храним в глубине своей души И поэтому человек, возвращая свой старый запрошенный деревенский дом Возвращается будто бы к своим корням Возвращается к самому себе И вот это повесть о том, как он исцеляет свою душу И исцеляет душу свою бесконечных воспоминаний Потому что любая вещь в старом деревенском доме Конечно, имеет такую богатую, необыкновенную историю И часто связана с какими-то яркими, печальными, грустными воспоминаниями Это бесконечные разговоры, которые ведется своим другом Одиноким стариком из соседней деревни Это их маленькие походы на старое кладбище, чтобы поклониться Мородным могилкам Это походы в лес, заготовить трава, наловить рыбу, спахать землю, бросить первое зерно в эту землю Эта вспоминательная повесть состоит из многих-многих замечательных рассказов Я внимательно слушал своих друзей И порой их маленькие рассказы Я заимствовал с их разрешением и вставлял свою маленькую повесть Можно стоит что-нибудь почитать? Я хочу почитать маленький кусочек Я прошу, чтобы Александр Александрович Вогинов внимательно меня послушал Вот маленький кусочек, страничка 378 Льется водка в стакан, стекло светится Из всего-то водочки граммов сто А со мной, Степа, много чего пыло Я ведь себя рано обнаруживать начал Как бы со стороны посмотрю на себя и удивлюсь Надо же, живу Ноги ходят, руки работают Сердце бьется И так хорошо встанет И удивительно И сны мне тоже такие удивительные снились Все я летаю И все под собою ясно-ясно Как птица вижу И реку, и лес, и крышу дома И все выше-выше поднимаюсь до самой колокольни Каждую дощечку на ней вижу Была у нас такая колокольня Ох и высокая Под куполом голуби Зад перед ходит Лежишь на горячем полу И голубей слушаешь В атаке летал Степа И в двадцать, и в тридцать, и в сорок лет летал А теперь все Не летаю больше И сны такие мне не снятся А как бы хотелось еще раз На колокольне свою с высоты поглядеть Да, поглядел бы Тянет Данила Иванович из рюмочки по глоточку Выцедит, поглядит в окно Давно такого июня не было Раньше дожди и на ветер А нынче одно сплошное тепло Гуще И двери скрипят на ветру Тепло И вороны по дороге ходят Тепло И плавится на мосту горячее Идешь босиком Мягко по прикрепному идти Вспомнил? Вот из таких вспоминательных рассказов И создалась эта книга «Ростяной хлебушек» Это рассказы о последних жителях деревни И как сказал правильно Александр Луисков Все эти рассказы наши Как последние колоски С поля Вот соберем их И ничего больше не останется Но когда мы вчера были С тобой С моими друзьями Вот на презентации Литературной премии «Чистая книга» И помните выходила такая Замечательная дама Из Вологды А может быть не из Вологды Не знаю Которая сказала Что мы пишем эти книги И дай Бог каждому из нас Бесконечно писать свою Одну великую Чистую книгу Действительно так она и есть Спасибо Владислав Владимирович С нами был Влад Попо Книга «Ростяной хлебушек» Спасибо Владимир Эта книга участвует в розыгрыше Спасибо вам за внимание Друзья мои Мы с вами Сейчас Продолжаем Необходимо сделать Все возможное Чтобы сохранялась Неразрывная связь Времен и поколений Чтобы потомки Ведали кто жил здесь ранее Чьей жизнью Созидательными делами И славой Надлежит гордиться Эти слова Сказанные им в одном из интервью По праву могут быть отнесены К его писательскому кредо Встречайте Олег Борисов Олег Борисов Член Союза писателей России Лауреат Олег Борисов Олег Борисов В издательстве В издательстве Архангельского регионального отделения Союза писателей России Вышла книга Военной прозы Олег Борисов Заград отряд В которой вошли Три произведения Три повести военных Олег Борисов И с 22-м уже году Вышла книга Посвященная Современной деревне Время Окаянное Вот об этих книгах Будет сегодня Разговор И одна из них У нас В розыгрыше Тоже С автографом Автора Олег Алексеевич Вам слово Добрый день Я конечно очень рад Присутствовать сегодня На этом празднике Книги На дне города Я на дне города Кстати говоря Впервые Тем более Что я не один А со своими коллегами С своими друзьями С которыми У нас связывают добрые И только творческие отношения Но и дружеские Товарищеские Поэтому конечно же Сегодня волнительный день День интересный Но останется Биография Останется в истории Что касается творчества За последние полгода Вышли сразу три книги Одна за одной Они все разные Разная тематика Разное содержание Естественно Но тем не менее Все они связаны С русским севером И первая книга Которую уже сказал Игорь Это книга Заград отряд Книга В которой вошли Три военных повести Во всех моих книгах Сколько их уже вышло Главный герой Герой этих книг Имеет свои прототипы Я не придумываю Героев Не пишу Что-то такое фантастическое Это немножко не моя Стезя Не мое дело Вот Но Здесь Все имеют свои прототипы В той или иной степени Поэтому В повестях Заград отряд То же самое Главный герой Этих книг Эти люди С которыми я когда-то встречался Общался Много раз спрашивал их О войне О деталях Войне О жизни на войне Меня больше интересовала Не сама война Как таковая Как батальное сражение А непосредственно Жизнь Солдатская Непосредственно На передовой На войне Как они жили О чем они думали Как все происходило Все это В их сознании В их понятии Вот это для меня Было главное Много приходилось С ними разговаривать Много общаться И конечно же Я очень дотошно Их расспрашивал И в этом плане Нам конечно Вот нашему поколению Повезло Что мы застали их живыми Здоровыми Что они могли рассказать Вот мальчишка Сидит передо мной Конечно же Он уже не увидит Живого фронтовика Понимаете Он только будет знать О войне Из книг Из фильмов Из истории А уже конкретно Говорить с человеком Который Был в окопах Четыре года Мерз И воевал Все сидел Значит там Зашищая свою Нашу родину Он уже не сможет Но в этом плане Повезло Поэтому Я в своей себе Задачу поставил Воспользоваться Моментом Что надо успеть Запечатлеть То что они могут Рассказать То что они знают Вот эти повести Так они И получились Это цикл Военной прозы Есть еще роман Вечная весна И книга Очерков Солдаты войны Выбирают В которой Я тоже рассказал О своих земляках О военачальниках Которые от нас вышли Рассказал о ребятах Которые погибли В Афганистане И рассказал о ребятах Мы тоже земляках Которые погибли На северном Кавказе В Чечне Буквально в субботу У нас состоялся Очередной волейбольный турнир В памяти Подполковника ФСБ Ивана Кокорина Который погиб В Чечне Об этом тоже Как раз И написаны книги Значит Теперь о книге Которую Игорь представил Время окаянное Это книга О русско-северной деревне Восьмидесятых Девяностых годов То есть Перестройка И лихие девяностые В этой книге Не только Сама деревня Село Светлоручье И его ежители И молодые ребята Которые работают В совхозе Но и то Что происходило в стране Все вот Начиная с перестройки Заканчивая Крушением СССР Среди ее героев Не только Простые Сельские жители Но и Государственные деятели В том числе И Архангельска Архангельской области И России В целом Юрий Александрович Гуськов Пан Николаевич Балакшин Другие Деятели Того времени Потому что Все что происходило в стране Оно находило отражение В деревне Оно воспринималось Как оно воспринималось Жителям этой деревни В данном случае Этого села Это конечно Вот как раз Об этом все и рассказано В этой книге Потому что Не могли Они уже были Не те Что были у Скажева Абрамова В братьях и сестрах Ибо это было Другое время Другие люди Они думали по-другому И жили по-другому Они воспринимали И окружающие Тоже все по-другому Поэтому Вот в этом плане Наверное Книга как раз Интересна Я живу Среди этих героев Я наблюдаю их Наблюдал и наблюдаю И каждое дело жизни Я постоянно общаюсь С людьми С ними И моя общественная И моя общественная деятельность Шестой год Шестой уже срок Депутатский Это значит И областное собрание И районное Трижды И городское Дважды В общем Это все тоже Дает материал Для размышлений Дает материал Для будущих книг Так что Я постоянно в работе Постоянно Занят Значит Вот этим Своим литературным Творческим трудом И творческий Литературный творческий труд Он Постоянен Он круглосуточен Проснешься ночью Мыс пришла Строчка пришла Надо ее срочно записать Иначе забудешь Ну и вот Как Игорь сказал Есть у меня серия книг О моих земляках Вот например Книга О Николае Кашине Это человек Который был директором совхоза Депутат Народный депутат Россий И который Спас свой совхоз От разрушения Который сегодня живет Работает Здравствует Буквально В пятницу Губернатор В этом совхозе бывшем Открывал две новые формы Фермы Значит На 400 голов То есть Жизнь идет И вот благодаря Жизнь Судьбе этого человека Его к сожалению Уже нет живых Он был моим Товарищем Моим другом Мы с ним много общались Вот значит Ну книга теперь есть О нем осталось Его именем Его значит На школе Которую построил он В своей деревне Чисто хозяйственным способом Которых не было в планах Нигде Ничего Он построил ее Открыли меморальную доску Недавно мы В общем Это уже седьмая книга Из того цикла До конца В следующем году Я думаю До середины следующего года Выйдет До середины следующего года До июня Мне нужно успеть Выйдет еще одна книга Которая посвящена памяти Я уже говорил Подполковника Уже нет на свете О людях Которые там жили О том Что там было Где сегодня Уже ничего нет Ни постройки Никакой Только лес Шумит Только лес Шумит Это тоже должно Остаться в памяти И будет служить Может быть Материалом Для будущих Исследований Для будущих Работ Тем Кто будет Писать историю И Исследовать Прошлое Вот такая моя На сегодня работа Так я Живу и работаю Спасибо А мы С вами Вот Сейчас Вот в этой части Нашего Нашей с вами Встречи Открытой Студии Встречаем Третьего Гостя Цитата Хотелось бы Отметить Живой Точный Меткий Язык Пьес В драме Очень важно Создать Осязаемые Правдивые Выразительные Речевые Образы Чтобы каждый Персонаж Выделялся Имел Свои Ни на кого Ни похожие Характерные Особенности Драматургу Это удалось Читая сборник Слышишь Живые Голоса В виде Живых Людей А это Главное Так в своем Предисловии Книги Ее пьес Написал Доктор Филологических Наук Профессор Вам микрофон Но сначала Я Мы в студии У нас еще Есть время Спасибо Олег Алексеевич Итак Марина Юрьевна Вахто Родилась 5 декабря 1962 Года В городе Олег Член Союза Писателей России С 1987 Года Образование Литературный институт имени Горького Но так написано Поэт Прозаик Драматург Пьесы Пишет 2015 Года Несколько пьес Было поставлено Устьянским Народным Театром Таких пьес Как Милочки Курсы Хороших Жен Люди Августа И историческая Пьеса Устьянский Судебник В 20 году У Марины Юрьевны Вышло В издательстве Архангельского Регионального Отделения Союза Писателей России Книга Пьес Дворик Вот к этой Книге Написал Своё Предисловие Андрей Петров Я вообще Хочу Сказать Что издание Пьес Это редчайший Случай Здесь 10 Пьес И Ну Такое Предисловие Тоже Предпосыл Когда Министерство Культуры Выделяло Разрешало Нам Использовать Средства На издание Книг Наших Писателей Министр Культуры Светлова Оксана Сказала Но не хватает У нас Пьес Совсем Нету Будет Да Марина Вы как Вы как Слышали Подслушали Вам слово Итак Марина Вахто Аплодисменты Спасибо Игорь Здравствуйте Здравствуйте Ну Во первых Строках Своего письма Как говорила Наш преподаватель Я хочу Выразить Огромную Благодарность Архангельскому Отделению Союза писателей Потому что Без Без их Работы Без их Поток Без Назиданий И Особенно Можно сказать Рукоприкладство Рукоприкладство Игоря Давидовича Наверное Этой книги Не было бы Вот Тем более Книги пьес Действительно Редкое явление Я думала Может быть Я издам Стихи Может быть Получится у меня С прозой Но О пьесах Я даже не мечтала Вы уже услышали Что это был 2015 год То есть Я еще Очень молодой Драматург Как это случилось В нашем Устьянском Народном театре Ко дню победы К 70-летию Должны были Поставить пьесу На военную Естественно Тему Поскольку я Являлась В ту пору Актрисой Я и сейчас Так сказать Актриса В какой-то степени Мне была поручена роль Я ее прочитала И она мне Ужасно не понравилась Вот И сама пьеса Мне тоже Очень не понравилась Я сказала Что она нудная Что зритель уснет И тогда режиссер Ольга Геннадьевна Пушкина Сказала Где же я Возьму Военную пьесу Которую Можно было бы Поставить На На сцене Районного Дома культуры Это же Свои особенности Свои тонкости Надо учитывать Что Дом культуры Имеет Очень скромные Возможности Для постановки Пьес Тем более Военных Я говорю Я сама напишу Ну Так и получилось Как-то у меня По вдохновению Пошло Пошло Это была Моя первая пьеса И о радость О счастье Ее взяли И поставили Я в этой пьесе Не играла Я вообще В своих пьесах Которые ставила Ольга Геннадьевна Не сыграла Ни одной роли Сыграла Одну только Бабку с козой В Устьянском судебнике Да и то потому Что актриса Там заболела Вот Ну и С тех пор Я так заразилась Процессом Написания Пьес Вообще Вот этим жанром Литературы Драматургией То есть Я никак Все У меня полностью Я переключилась Именно На этот жанр И теперь Вот редко-редко У меня появляются стихи Ну Прозу я еще пишу Потому что Каждый раз Как только у меня Рождается новая пьеса У меня Уже есть идея Для другой Сюжеты Точно так же Как у моих Предшественников Которые здесь Писатели выступали Сюжеты берутся Вот буквально Вот можно Хорошую пьесу Написать Вот об этом вечере Вот О ваших глазах О ваших лицах О вашей реакции И Каждый сыграет Здесь Свою особенную Роль в этой пьесе Что я еще хочу сказать Сюда вошли Десять пьес Тоже разного жанра Здесь есть И Детектив Да по-моему Вот Есть Лирическая комедия Смотрите Она меня спрашивает Детектив Ну он работал Ну наверное Есть Он больше знает Про мою книгу Чем я Лирическая комедия Есть Драма Есть Почти Притча Ну это я так Отношу К этому жанру Поскольку там Есть некое Назидание В розе Ветров И Временные Отрезки Естественно Тоже очень Очень Растяжимые Военные Годы Ну и до Нашего Времени Меняются Времена Меняется Что-то Внешнее Но неизменными Остаются Основные Критерии Человеческой Нравственности Это Любовь Это Благородство Это Доброта И собственно Говоря Об этом Мои пьесы Добро Всегда Побеждает Зло Сейчас у меня Уже Роятся В голове Следующие Идеи Вот Я думаю Что они Найдут свое Применение Еще о себе Хочу сказать Что сейчас Я работаю В Доме Культуры В деревне Юриатина Устьянского Района И возглавляю Небольшой Театральный Коллектив Совсем Юный Вот Ну это Естественно Будет Не театр Имени Марины Вахто Я делаю Инсценировки Сейчас У нас В работе Василий Шукшин Инсценировка По его Рассказам Ну и Была поставлена Еще одна Моя пьеса Как же Как же Без этого Мадам Тиктак Или свадьбы Не будет Мне захотелось Чтобы люди Немножко Повеселились Отдохнули Посмеялись После вот Такого Длительного Перерыва Который Нам Организовала Наша Пандемия Все Спасибо За внимание Марина Инатольевна Один Только Один вопрос Поскольку Еще раз Говорю Драматурги Такая редкость Все таки У нас Здесь Во первых Хочу сказать Пьесы Читаются Вот Так же Как Острусского Пьеса Они читаются В первую очередь И это Хорошая Чтива Марина Напомните Вы ведь В какой-то Премии Был номинированный Как драматург Международный Да? А Да 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 Думаю Первые Слышу Первая Да Моя пьеса Ой Люди Августа Да Международный Конкурс Баденвайлер Да Я туда Вошла Всего лишь Длинный список Но это была для меня Огромнейшая победа Потому что Из пятисот Авторов Войти в тридцатку Я просто На седьмом небе летала И думаю Надо же Ведь Оказывается Да Я драматург Вот так Так что Вот эта деталь Важна Друзья мои Итак Книга Марина Вахто С ее автографом Сегодня в розыгрыше Уважаемые Архангелогородцы Мы приглашаем К микрофону Коэда Автора Исполнителя Члена Союза Писателей России Марину Зарубину Марина Зарубина Лауреат Литературных Конкурсов Крустальный Родник Берега Дружбы Северная Звезда Петроглиф Участник Всероссийских Совещаний И форумов Молодых Писателей России Стран СНГ И зарубежья Ее стихи Для детей Вошли в сборники Любовь Еганна Я вас чуть-чуть Остановлю Спрашивают Дальше Будет розыгрыш Конечно будет Поэтому Еще два розыгрыша Еще два розыгрыша Стихи Марины Зарубиной Для детей Вошли в сборники Выпускной Современные писатели Детям И Пегас В Крапинку Публиковались В журналах Юность Костерчиш И еж Мурзилка Шалтай-болтай Чердобряк Итак Встречайте Марина Зарубина Здравствуйте Обычно я говорю Здравствуйте ребята Здравствуйте Уважаемые Взрослые Поэтому сегодня Здравствуйте Уважаемые Взрослые И вот там Есть ребята Я хочу представить Книгу стихов Которая вышла Весной В республике Коми Она написана Это стихи На Коми И русском языках О цветах И ягодах Стихи Которые на русском Это мои переводы Книжка называется Где растет Марьямоль Как вы думаете Что такое Марьямоль Что это за цветок Такой Вот он нарисован Мороз Марин корень Марин корень Точно Я никогда Не видела Этот цветок Сама И поэтому Мне было Довольно сложно Начать Эти переводы Но со временем Пошло И Это первое Стихотворение Я прочитаю Вырос на приволье Пышный Ты высокий Крупные бутоны Так розовощеки Бережно хранятся Бусины Семян Дикие пионы Радость Северян А еще одно стихотворение Прочитаю Попробуйте угадать Что это за цветок Неизысканный бутон А мохнатенький Помпон Манит пчелок На лугу И красуется Стогу Отлично Колокольчик Колокольчик голубой Робкий И печальный Увлекает за собой Словно музыкальный Травы заколышутся Песенка Послышится Есть в этой книжке И стихи про ягоды Например, самое первое Стихотворение Ягодка Малинка Летосерединка Покраснела крошка Просится в ладошку Откусила я бочок Заглянула Червячок Сладко И не тесно В домике Чудесно Черника На таежной просеке На бару На вырубке Столько ягоды вокруг Что сорвать не хватит рук Лес под синей пеленой А срываешь по одной Быстро пальцы потемнели Сладко губы покраснели Так черника хороша Что подкрасилась Душа Отгадайте Что это за ягода До чего земля щедра У черники есть Сестра Перепутать их легко И растет недалеко Но она стремится летом Ближе к солнцу Ближе к свету Или тянется повыше Чтобы нас в лесу Услышать Правильно Стихотворение Которое было труднее всего Переводить А кто Вот Дети обычно спрашивают Что такое переводить Если говорит Человек на английском Good А я перевожу Хорошо Это и есть перевод И вот Это стихотворение Было трудно переводить Потому что стихи Надо соблюсти Постараться Размер Рифмы Примерно В тех же местах А в этом стихотворении Были очень короткие строчки Но я думаю Получилось Клюква На болоте Тонконога И от сока Круглобока В рот закинешь Будет кисло От простуды Лечит Быстро Ну и это стихотворение Угадайте Что это за ягода Смельчаки Находят летом На болоте Самоцветы На просторах Приполярных Кочки В бусинах Янтарных На берегу белого Гордого и студеного Море, где ветер севера Песню носит прочь Светлая и прозрачная Шепот волны Влюбленная Памятка дня Вчерашнего Тихая летняя ночь Там, где дожди Синие За горизонт Подали Розовой тонкой Линией Тянутся облака Небо Читает Прошлое Но говорить Надо ли Если дела Хорошие Видно Издалека Сколько Дорог Пройдено Нарисовать Кисти Нет Птиц Перелетных Родина Тайну Свою Хранит Летняя Ночь Нечаянно Мне Приоткроет Истину Море Своим Молчание Вечным Благослови Море Своим Молчанием Вечным Благослови Дорогие друзья Мы продолжаем Работу нашей открытой студии Литературной Архангельс Встречи с северными писателями И Цитата Да Автор Ходит по земле Да Живет не в Эдеме А в маленьком северном городе Коряжма Да У него случаются неприятности Он устает Бывает Расстроен и нездоров Но все-таки Его стихи Несут тепло и свет И в моих словах Нет даже Малой толики Неправды Так на его стихи Откликнулось В предисловии К его новой книге Поэт Член Союза писателей России Ирина Кимакова Встречайте Владимир Наговицын Владимир Валерьевич Прошу вас А Сейчас мы С вами Решим С микрофоном Ваш микрофон Присаживайтесь Ну По традиции Уже Небольшая Да Небольшая Биографическая справка Родился Владимир Наговицын В 1962 году 26 октября В Коряжме Учился Служил в армии В том числе И в газете Краснознаменного Северо-западного Пограничного округа Пограничник Выпускник факультета Журналистики Ленинградского Государственного Университета Долгое время Работал СМИ Архангельской Области Участник Всероссийского Совещания Молодых Литераторов Клинуна Которыми И был принят Союз Писателей Победитель И лауреат Региональных Всероссийских Литературных И журналистских Конкурсов Но Особенно Хочется Отметить Владимир Наговицын Участник Всероссийских Вахт памяти По местам Боев Великой Отечественной Войны В прошлом году В издательстве Архангельского Регионального Союза Писателей Была принята К Публикации Его книга Которая В этом году Вот сейчас Буквально Находится В типографии Вот она Должна Прийти Мы не успели Получить Ее К сегодняшнему Дню Я надеюсь Вы будете Следить Книга Называется Акварели Прошлых Лет Владимир Валерьевич И о ней Скажет Несколько слов И о последних Своих Книгах Вам слово Спасибо Игорь Ну да Действительно Я родился На севере Живу На севере И все Мое Творчество Связано С севером Занимаюсь Ну много Чем Да То есть Интерес к жизни Еще не утратил Слава Богу Хотя Лет уже Много В этом году Исполнится Красивая Дата Круглая Аккуратнее Валерьевич Старше вас Есть люди Да Иса Александрович Хвастается Годами Вышло Два десятка С лишним Книг Они разные Там и журналистские Книги И проза И стихи И переводы Ну Хочется Все попробовать Везде побывать Все увидеть Все узнать Ну В том числе Был на Семи вахтах Памяти В Ленинградской Области И в Республике Карелия Дело Такое Трудоемкое Для Души Тяжелое Но Нужное Благородное Наверное Награжден Медалью За отличие В поисковом Движении Третьей степени Вот Шайбу Подписал Такой Указ Ну Есть еще Награды Ну Зачем это Самое-то Главное Ну Что Пишется Что Восприятие Жизни Не утрачено Такое Бодрое Бодрое Так Жизнерадостное Вот Поэтому Так вот В этом году У меня вышла Книжка Зонтик на двоих Я сейчас Работаю С издательским домом Сказочная дорога С московским Вот этот Зонтик на двоих Иллюстрировал Болгарский художник Очень известный Иван Хаджи Димитров Ну Захотелось Так вот Попробовать Ну Не Повыпендриваться Ну Не хорошее Есть такое Слово А просто Ну Вот Как-то И этого художника Нашему Российскому Читателю Показать Он такой Любопытный Тем более Он сам Прозаик Поэт Ну Вот я думаю Что когда-нибудь У меня дойдут Руки И глаза До его Стихов Вставлю Небольшой Комментарий Владимир Наговицын Дружен И ведь С польскими Поэтами У него есть В новой Вышедшей книге Целая Польская тетрадь Это переводы Из польских Поэтов Кстати Очень интересные И стоит Это почитать Но Володь Такое дело Раз поэт Здесь Без стихотворения Тебя как бы Не отпустим Ждем Беда такая Что я своих стихов Не знаю Наизусть Так что Воспользуюсь Шпаргалкой Белой ночью Называется Города стены Увидеть Воочию Яркой Архангельской Светлой Ночью Не подивиться Не поразиться Только тому Что Это не снится Белой ночью Белой ночи Стекла И бетона Летним июнем Приходит Бессонно В стылом июне В прозрачном июне Будто ребенок Пускающий слюни С тем же Ребячкинским Здорным капризом Нет же Не прячется Ночь По карнизам Нет же Фасады домов Осветляет Все восторгает И всех восторгает В юную зелень Берез над виной Входит весельем И мнимой Виною Белая ночь Что кораблик бумажный Вновь к океану Стремиться Отважно Белая ночь Не молчу Как хочу я Вкус ощутить Твоего поцелуя И еще одно Ну и поскольку Зонтик на двоих Названо Ну и прочту Стихотворение От которого Книга Идет Вот пошел он Быстрый лих Нет ему Отбоя Этот зонтик На двоих Он для нас С тобою Разошелся Словно вихрь Только не гоните Чтоб красивость Глаз твоих Я поближе видел Побыстрее Поймем Потом Что Нескоротечны Наши чувства Под зонтом Под одним Конечно И никто Не поглядит Не осудит Значит Сверху Дождичек Стучит Добрый Не иначе Это все Хороший знак Дождь Его податель Этот дождь Такой простак Друг нам И приятель Он в опложку Не берет Планы не срывает Может Помогает Зонт Все От всех Скрывает Ведь у нас Не у одних Возникают страсти Лучший зонтик На двоих И под ним мы Здрасте На дворе Ненасти Что ж Дома Грустью Майся Продолжай Резвиться Дождь Слышишь Продолжайся Будь И дальше Сам не свой Часто 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 Ты Звени Над головой От приливов Счастья Спасибо Володя Владимир Наговицын Ваши аплодисменты А Володя Будет какая-то книга На розыгрыше Ну я не знаю Я бы с удовольствием Представил Ну так с удовольствием Так вот и представил Любовь Никона мне И одна из книг Будет В розыгрыше Спасибо Володя А я представлять буду Следующего Нашего Гостя Оставли Итак Друзья мои Сначала Цитата Первое Свойство Из которого Проистекают Многие другие Характеристики Его творчества Романтизм Второе Свойство Художественного Мира Поэта Его Драматургичность Театральность Так О его Поэзии Пишет Доктор Филологических Наук Член Союза Писателей России Елена Галимова Встречайте Валерий Чувар Ваши аплодисменты Валерий Николаевич Вот здесь Стульчик Микрофон Сразу И читать Пожалуйста Раз 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 Песня Об открытых Дверях Поднимается Ветер И ветру Осеннему Веря Запевают Негромкую Песню Открытые Двери Здесь давно Не живут Мы себя Убеждаем В тревоге Здесь давно Не живут Эти двери Обходят Дороги Ах Привычка К замкам Сколько Их на дверях И на душах В мире Слезы И дождь Запираемся Чтобы Посушим Запираемся Наглухо Дверь Подперев Чем придется И живем И живем В безопасном Тепле Как В усохшем Колодце Только Ветер Крепчает Врываясь В открытые Двери Только Входит В них Жизнь Принося Как подарки Потери Наплевать На воров Тем Кто только Свободой Богатый Тем Кто Двери Открыли Сомнений Отбросив Когда-то Двери Бьются Как крылья И ветер Гуляет По дому Доказать Свою верность Свободе Нельзя По-другому Если верите Людям Замки И запоры Сорвите Ведь Открытая Дверь Величайшая В мире Открытие Но Если Как Пуля Застрянет В груди Недоверие Не спешите С надгробным Проклятием Захлопывать Двери Беззащитность От зла И подонков Святая Расплата Как Расплата За подвиг Открытая Рана Солдата В мире Радости Горя И песни Не все Еще спеты На дорогах Людских Перекрещенных Яростным Ветром И спасается Нечисть От ветра В ущелье И щели И скрипят На ветру На распашку Открытая Дверь Всадники Память Тронь Лишь Она Как струна Отзовется Воскрешая Подробности Прожитых Дней Наши лошади Шли ровной Рысью И солнце Било В бисер Расшитых Налобных Ремней Словно Больше Не ведая В жизни Печалей Словно Кровью Покрытой Форсируя Век Лошадей Высылая В голубь Мы влетали В воду Чистых Серебряно Блещущих Рек Солнце Мчалось Над нами Мы быстро И верно Постигали В движении Суть Красоты Комарьё Относило Порывами Ветра Вминали Копытов Суглинок Цветы Все быстрее Быстрей Обгоняя В горячке Мысль о риске В лицо Рассмеявшись В тоске Мы вверяли Судьбу Свою Бешеной Скачки Копью Крепко Сжатому В правой Руке Звук Набата Клич Ярости Факелы Стены Крепостные В удушливом Черном Дыму Прорывая Заслоны Врагов Мы летели Поспевая С друзьями Встать Рядом В бою И опять Лошадей С места Трогая Шагом Позади Оставались Овраги И ямы И кресты Вознося Над вечерней Землей Открывались Нам Древние Белые Храмы Вырастая Как будто Из пашни Самой Лошадей Придержав Поминали Ушедших Тех Что в вечности Ныне Покой обрели А потом Продолжали Свой путь Бесконечный По дорогам Летящей В пространстве Земли Вчера Вот У меня Лицо Сгоревшее Это не в Сочи Это я вчера Сгорел в Зоострове Там был Кантри-фест Большой иконно Семейно-музыкальный Праздник И вот там Вот Я вот Так вот Побывал на юге Можно сказать Шесть часов И за гармом Обеспечен В Зоострове Вечность Родилась Жеребушка Назвали Вечность Нет бы Вичка Или внучка А то ведь О как Вечность Сущий ребенок Самая Беспечность У мамаши Веги Под черным боком И не знают люди Идя спокойно По своим делам Или так Без дела Что до вечности Могут достать рукою До ее пушком Покрытого тела Жеребушкин хвостик Гоняет мошек По траве копытца Легко ступают Вечность Маленькая Но ведь все же Лошадь Ветер дунет В уши Взбракнет Загорает Вечность Так же наивна Как и все дети Но в глазах Ее неземная Мудрость Вечность Точно знает Не будет смерть Будет все-таки Бросьте Какая глупость Хорошо рядом С вечностью Над рекою Побродить По колено В высоких травах И смотреть И смотреть Как вскипают Они волною От шального Ветренного удара И беседовать С вечностью На угоре Предлагая ей Дружбу И пару сушек Любоваться с нею Зеленым морем Ничего не тая Открывать ей душу И когда Поддамся Тоске смертной И потухнет взор И поникнут плечи Вечность Тихо придет Жеребушкой серой И негромко напомнит Все в мире вечно Верьте Воля вольному Верьте Или не верьте Только вот Как все Оно обернулось Раскачались Качели Не будет смерть Будет все-таки Бросьте Как глупость Спасибо Валерий Николаевич Вы так С места в карьер Сразу Взяли публику Поэтому Постфактум Все равно Прочитаю Валерий Николаевич Чубар Член Союза писателей России Родился в 62-м году В Ленинграде Окончил факультет Журналистики Ленинградского Государственного университета Работал Работает На Архангельском радио В Архангельском Мурманском Молодежных театрах В настоящее время Ведущий программ Областного радиопоморья Лауреат Многочисленных Журналистских премий Член Союза журналистов России Автор Пяти Поэтических сборников Четырех книг Прозы За сборник Повестей и рассказов Конюшни Анны Был удостоен Всероссийской Литературной премии Имени Федора Абрамова Инструктор по конному туризму Участник и организатор Конных походов В 21-м году В прошлом году В Архангельском Региональном отделении Союза писателей России Вышел поэтический сборник Валерия Чубара Одинокое слово АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ